всем привет дорогие зрители с вами мистер шпилкис и у нас новое прохождение это психологический хоррор conjuring house добро пожаловать давайте же начнем дальше будет предыстория событий этой игры что-то друзья я успею прочитать надеюсь все успею вам прочитать если что-то не успею прочитайте пожалуйста на паузе давайте начинать последние новости загадочное убийство в доме аткинсона деревня от он андер эйдж самым интригующим было обнаружение тела человека который в настоящее время является владельцем усадьбы дуан шоу он представлял собой полностью разложенный труп а несколько свидетелей заверяли что он был жив прошлым вечером жители деревни вспомнили о странном исчезновении восьми подростков три года назад во время как их друзья утверждали что им пришлось пробираться в поместье деревенские жители озадачены тем что подобный особняк с кровавым прошлом будут реконструировать некоторые люди предполагают что паранормальные лени являются причиной нескольких исчезновений и убийств совершенных в доме аткинсона это первый случай когда команда медиум и пара психологов собирается для изучения паранормальных явлений связанных с особняком аткинсона и чтобы разгадать тайну вокруг убийства дуайта шоу и других странных исчезновений напоминаю что это место было сценой масса убийства которое произошло более ста лет назад жители деревни атаковали сожгли усадьбу после раскрытия правды о сатанинском культе в результате которого погибли более 80 невинных людей во время демонических ритуалов некоторые люди говорят что эти истории о привидениях всего лишь выдумки но независимо от того что придумают люди нельзя отрицать что тело не может разложиться за одну ночь и давайте не будем забывать что сатанинская секта которая принесла в жертву несколько невинных людей тоже жила в этом доме сто лет назад люди должны знать что происходит в этом месте напоминаю что наш особый посланник отправился в деревню уайт андер эйдж чтобы рассказать о работе мы ожидаем ответа на феномены особняка аткинсона они действительно существуют или это просто легенды люди убеждены что это место преследует бесы никто не решается подойти к старому особняку между тем жители деревни называют его заколдованный дом conjuring house ну что ж давайте начнем прохождение этой страшной игры о скриншотом по роликам который мне удалось посмотреть отрывистые ролики такие по чуть-чуть каждого я могу судить о том что где игра действительно страшная посмотрим сатанисты и прочие друзья это действительно страшно страшно начинается уже я вам скажу вот с этого момента обратите внимание картина дернулась меню этой игры это одно из пугающих мест действительно если долго находиться в меню не исключено что можно сойти с ума друзья я не знаю я не решаюсь долго здесь находиться потому что здесь происходят странные и страшные события прямо в меню игры я сейчас это вам продемонстрирую мы немного здесь посидим и посмотрим что будет происходить пока только лишь дергается картина на стене вот в этом месте но не исключено что еще что-то может произойти у меня уже мурашки начинают бегать действительно страшное место очень атмосферно еще за окном гроза молнии очень атмосферно очень страшно но на самом деле здесь друзья появляются тени здесь двигается мебель может упасть вот эта картина может пробежать маленькая девочка в общем масса вещь вещей здесь происходит в этом меню но почему-то как я подозреваю не скорее всего оу оу ох вот сейчас мурашек прям по мне прошлось жесть я подозреваю они рандомные потому что у меня по-разному здесь происходили всякие события что же давайте начинать устающее давайте в пустую щель сохранимся и продолжим она здесь беги роберт беги ты должен сжечь это роберт сажки это он и но а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, друзья, мы в игре. Давайте продолжать найти способ выбраться из дома. Отлично. Давайте пока осмотримся. Мы попали в какую-то странную комнату. Так, подсказки первые. Пошли список задач у нас находится на таб. Хорошо, запоминаем. Запоминаем, это будет важно. Посмотрите, какое атмосферное место. Просто обалденно все сделано. Паутина свисает такими кулаками огромными с потолка. Я, друзья, ненавижу пауков вообще. Если в этой игре будут пауки, это для меня лично усилит эффект в разы. Давайте немного присмотримся, что здесь есть. Попытаемся понять вообще, что мы можем подобрать. Подбирается ли какие-то предметы. Я думаю, что скорее всего да. Начало игры заметили? Какой экшен в начале вообще безумный экшен. Сразу в гущу событий ворвались. Жесть. И начало игры определенно не для тех, кто страдает проблемами с вестибулярным аппаратом, друзья. Там так прям камера колбасит. Безумно. Что ж, давайте попробуем поизучать это место. Так, ну пока. Пока вроде я не вижу никаких символов, которые... Ну обычно бывает в играх, там допустим подберите предмет, ну определенный какой-то символ. Там может быть рука там или что-то такое. Или какая-то подсветка. Так, нам нужно выбраться. Выбраться из дома. Давайте попробуем. Теперь застряла. Хорошо. Какие варианты? Например, взять стул, швырнуть в окно. Как вам варианты? Я считаю, что вполне себе. Но наш герой этого не делает. Так, внимание. У нас какая-то вентиляционная шахта. Какое-то такое отверстие обычно. В американских домах такие вот штуки бывают. И обычно там всякая нечисть обитает страшная. Так и есть. Нам можно сюда зайти и проникнуть. Давайте же отправимся. Очень атмосферно, друзья. Посмотрите, какие тараканы мерзкие. Просто мерзкие. Я не боюсь ни тараканов, ни кого таких, кроме пауков, друзья. Вот с пауками у меня не лады вообще. А здесь паутины очень много. И крысы есть. Посмотрите, крыса. Глаза светятся. Очень страшно. Но крыс я тоже не боюсь, друзья. Но кто-то из вас наверняка, наверняка, боится этих мерзких тварей. Смотрите, какая она белая. Глаза горят, светятся. Так, куда мы лезем в итоге? Угу. Какое-то есть отверстие, но... Ох, я готов. Готов с кримером. Давай, игра, давай. Жги. Я даже готов какое-нибудь лицо там сейчас увидеть. Нет, конечно же, я не готов, друзья. А стоп, подождите. Мы в тупике. И что? Ну, оттуда мы приползли, так? Получается. Тихо. Что-то началось. Какая-то шкатулочка музыкальная заиграла. Заиграла и засветилась. Что это такое? Смотрите, какой странный предмет. Нога какая-то. О-о-о. Светильник на курьей ножке. Я бы его назвал. Жесть. Хорошо. Хорошо пошло. Под речком, ребята. Бодрячком. Нормально. Как я обожаю скримеры, друзья. Это что-то. Вот сейчас бы была камера. Вы бы позабавились. Но я думаю, скорости, конечно же, мы и на стримах будем проходить. Всякие такие хорроры. Камера тоже появится. Несколько часов спустя. Несколько часов спустя. Значит, это были события до особняк Аткинсона. Вот он, Андер Эдж. И мы, получается, отправились в особняк, чтобы выяснить, наверное, что здесь произошло. Либо кого-то найти. Давайте смотреть. Сейчас узнаем. Привет. Тут кто-нибудь есть? Вдруг, тут определенно кто-нибудь есть. Что-нибудь. И что-то страшное, я думаю. Так, ну что ж. Какая-то кат-сцена непонятная вообще. Причем, смотрите. Вот эта видео-вставочка, она хуже по качеству, чем движок игры. То есть, могли бы просто сделать на движке игры. Но почему-то они там как-то странно. Разработчики решили сделать вставку, которая менее симпатичная, менее красивая, чем, в принципе, мы видим глазами героя прямо в игре. Вот. Найти членов экспедиции. Давайте. Давайте приступим. Вопрос. Куда отправиться? Жесть. Просто жесть. Хорошо, давайте начнем дергать все подряд. Все подряд двери. Разберемся. Эта дверь кажется запертой. Возможно, где-то рядом есть ключ. Возможно. Дверь заперта на ключ. Знак скорпиона выгравирован на двери. Хорошо. Найти ключ скорпио. Ключ скорпиона. Так, ну что ж, давайте попробуем. Смотрите, еще одна такая же дверь. Интересно. А ну-ка. Да, то же самое. Знак скорпиона выгравирован на двери. Хорошо. Так, а это что? Непонятно. Пока непонятно. Ладно, будем разбираться. Всегда игра, когда только-только ее начинаешь, всегда все непонятное. Но, поиграв немного, конечно же, мы разберемся и поймем, что за предметы нам попадаются. И что нам вообще здесь делать. Ох, классика, классика жанра, друзья. Скрип двери. Кром и молния. Ой, жесть какая. Так, хорошо, давайте осмотрим. Это местечко жутковатое. Действительно жутковатое. Кстати, очень нравится, как разработчики сделали стены. Вот такие дыраные обои, такими вот лаками свисающие. Именно прям отклеивающиеся обои. Это кровь? Скорее всего. Либо это самое варенье. Малиновое. И, друзья, это ключ скорпиона. Это ключ скорпиона, вы посмотрите. Что здесь происходит? Ну, а что ты ключ на не берешь, друг? А, то есть ты сперва в кровь решил пальцами залезть, хорошо. Ключ скорпиона, да, действительно так и есть. Причем, знаете, что интересно? Когда я начал двигаться по комнате, я не поворачивал камеру. Меня сам герой, сама игра, повернула в это место. Что это было за чертовщина, друг? Будем разбираться сейчас. Крепись. Давай, в кулак, все свое хозяйство и погнали на разборки. Разбираться, что здесь случилось. У художника явно странный вкус. Картина жутковатая, честно вам скажу. Хорошо, давайте дальше осмотрим это место. Что еще здесь интересного нам может попасться? Тень. Вот так вот раз. От одной тени, мне кажется, здесь уже можно реально наложить штаны. Ох, эти все размытые черно-белые фотографии. Друзья, противно вообще. Прям страшно. Все более-менее страшные фотографии обычно размытые. Такие вот черно-белые. Глаз не видно. Какие-то черные впадины в основном вместо глаз. Обычно все так. Ну что ж, у нас есть ключик от Скорпиона. Давайте решать, какую дверь открываем. Скорее всего, вот эту. Хорошо. Пробуем. Дверь разблокирована. Отлично. Заходим. Скримеры, я готов. Давайте. Хотя нет, конечно. Друзья, разве можно быть готовым к скримерам? Ой, ну ладно, ну дешево, дешево. Ребята, ну что вы. Полтергейст, успокойся. Все нормально, все свои. Посуда, да, сейчас будет падать, биться? Исключено. Так, внимание. Коробка заблокирована. Вам нужен ключ от коробки. Найдите ключ окна. Окна. Чакна. Чтобы открыть окно и сбежать отсюда к чертовой матери. Потому что после вот двух-трех таких непонятных моментов с люстрами и прочей, с закрывающимися дверями, я бы уже отсюда валил. Я бы даже валил отсюда, уже найдя пятно крови на полу. Уже отсюда бы я бегом бежал бы, скорее всего. Но наш герой нет. Наш герой не сдается. Он все выяснит, все найдет. Странно, где все? Где все? Так, я могу открывать ящики, в них что-то лежит. Что это такое? Что-то красное, красноватое, продолговатое, непонятно. Зачем это надо? Второй вопрос. Тоже не ясно. Так, вы знаете, друзья, давайте-ка чуть-чуть совсем прибавим гаммы. Прям чуточек. Я уже прибавлял, но мне кажется, что лишней она здесь не будет. Пускай чуть будет посветлее, а то уж совсем как-то уныло и мрачно. Хорошо. Так, предметы, как я понимаю, все-таки здесь каким-то образом... Так, подождите, записочка какая-то, скорее всего. Так, вот, да, посмотрите. Рядом с предметом в определенном радиусе начинает появляться активные иконки, что можно с ним взаимодействовать. Хорошо. Так, так, так. Так, вот, рабочие просто прекратили ремонтные работы, и все они покинули дом. Но я не могу винить их за это. Этот дом справедливо обладает дурной славой. Я пытался лгать себе и игнорировать реальность. Но теперь ясно, что этот дом действительно дом с привидениями. Дуайт Шоу. Дуайт Шоу написал нам это послание. Хорошо. Так, так, так. Подождите, подождите. Значит, мы... Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Так, а это что? Посмотрим, символы какие-то на двери. Интересно, а ну-ка. Верь заперта на ключ. Знак Овна выгравирован на двери. Найтиди ключ Овна. Тихо. Что за... Что за звуки? Оу-оу-оу. В смысле? Что это такое? Слушайте, это не талий? Дама. С отростками. Из начала игры. Так, дверь разблокирована. Хорошо. Куда эта дверь? А, все, понятно. Это вторая дверь со знаком скорпиона. Я понял. Хорошо. Так. Ну что? Вариант пойти прямо? Или... Или к этой твари пойти? Странно. Пока очень странно. Слушайте, а что, мы бояться будем? Серьезно. А ну-ка, иди сюда. Иди-ка сюда. Все. Ворюга. Так. Ага, присесть. Присесть можно. Хорошо, давайте попробуем. Что, будем бояться, что ли? Каждую такую тварию. Ну, получим. Здесь слишком темно. Мне нужен фонарик. Хорошо, друг. Найти фонарик. Отлично. Тоже мне будем бояться. Ну, помрем так помрем. Я думаю, с какого-нибудь сохранения начнем. Так. А вот, посмотрите-ка. А, все. Фонарик. Это, скорее всего, похоже на батарейку. Потому что в опциях игры есть такая штука, как фонарик. В настройках. Я видел. Дверь заперта изнутри. Хорошо. Давайте сходим дальше. Куда-нибудь вот сюда. Ох, эти длинные коридоры. Знаете, что мне это напоминает? Очень напоминает вообще все происходящее. Один фильм интересный. Женщина в черном. Там в главной роли снимается... Как актера Элайт живут, по-моему. Если я не ошибаюсь. Очень прикольные ужасы, друзья. Я рекомендую всем, кто любит подобные фильмы, посмотрите. Прикольный. Прикольный ужастик. Причем такой нетрышовый какой-то там не с бензопилами и кишками. А вполне себе годный психологический ужастик. Очень страшный моментами. Какие-то звуки здесь на фоне безумные. Просто, просто безумные. Так, здесь у нас пока две закрытых двери. Хорошо. Продолжаем дальше. Вот всегда, когда вижу такие длинные пространства, у меня всегда ощущение, что сейчас какая-то дрянь вылетит просто на меня. Откуда-то прям полетит по коридору. Мне придется убегать куда-то, щемиться. Оу. Оу. Смотрите, вот она. Вот она эта непонятно что. Какой-то демон. Не знаю. Если тут были сатанисты, то это определенно демон какой-то. Давайте я попытаюсь максимально близко подкрасться, чтобы хотя бы немного рассмотреть эту тварь. Ох, ну и безумная же ты вообще тварина страшная. Нет, друзья, я к ней не пойду. Определенно вряд ли это подразумевает игра, чтобы я к ней шел. А двери, заметьте, двери сами закрываются. Интересно. Так, а ну-ка. На полу? Нет, на полу ничего. Хорошо. Здесь мы тоже еще не были. По-моему. Нет, не были. Огонь горит. Не помню, что-то такого места. Они уже вышли из дома? Не знаю. Посмотрите, какая милаха здесь, друзья. Жесть. Слушайте, знаете, вот сейчас бы было интересно, если бы она вот так вот бы раз и голову на секунду подняла и на меня посмотрела. Хотя там, по-моему, глаз нету кукольных. Так, хорошо, хорошо. Куда бы нам пойти? Определенно нужен фонарик, потому что ничего не видно здесь. Так. А ну. Дверь. Слушайте, двери вообще. Дом тысячи дверей каких-то тут. Куда ни пойди, везде двери. Причем они закрываются. Ладно, чтобы они еще были открытыми. Так, я понял, это знакомый коридорчик. По-моему, мы уже в нем были. А здесь должна быть комната. Да, где мы нашли записку. И вот там еще одна дверь. Хорошо. Сейчас мы туда сходим. Только предварительно. Давайте попробуем все остальные двери здесь открыть. Дверь заперта изнутри. Хорошо, здесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, там темнеет что-то резко. Вдруг не хочу. Страшно. Ну что, у нас получается еще одна дверь остается. Или ни одна, не знаю. Я уже запутался реально здесь, в этих дверях. Подождите, коробочка. Коробочка. Коробка заблокирована. Это плохо. Не люблю заблокированные коробки, потому что в них, скорее всего, что-то полезное лежит. А я этого посмотреть не могу. Может быть, даже фонарик там лежит. Хорошо, давайте. Почему нельзя вот эту лампу взять? А, скорее всего, потому что она все-таки от провода работает. Так, дверь. Отлично. И? Да ладно. Да серьезно. Вот так вот просто взяла и закрылась. А ну-ка. День заперта изнутри. Жесть. Так, варианты. Куда сходить? Ну, например, здесь тупик. Давайте сразу сюда зайдем. В тупике побудем. Посмотрим, есть ли какая-то дверь заперта на ключ. Выгравирован. Знак тельца. Ключ тельца нам нужен. Хорошо. Ключ скорпиона у нас уже есть. Ключ овна. Тельца. В общем, что-то здесь еще заморочки какие-то со знаками зодиака присутствуют, как я понимаю. А ну-ка. Секунду. Заперта изнутри. Так, это заперта, это заперта. Хорошо. Получается, тут три двери. И все заперты. Постоянно какие-то звуки. Они уже вышли из дома? Кто же это спрашивал? Дружище, ты завязывай. Очень атмосферная, очень атмосферная игра. А ну, дверь застряла. Это плохо. Так, так, стоп. Записочка есть, отлично. Давайте возьмем. Рабочий просто исчез бесследно. Его товарищи говорят, что он пошел прогуляться по дому ночью и не вернулся. Я пытаюсь поверить, что он только что убежал, но похоже, это не звучит убедительно для других, которые подумали, что с ним случилось нечто плохое. Рабочие не перестают делиться слухами и легендами, которые вращаются вокруг этого дома. Некоторые из них клянутся, что видели или слышали странные вещи в этом доме. Если это будет продолжаться, я не смогу удерживать их на рабочей площадке. Элтон Льюис. Элтон Льюис, в этой ситуации это вообще далеко не главное. Так, а у нас... Вот, примечание, документы, осмотр. Ключи. Хорошо, мы с вами нашли какой-то инвентарь, была подсказочка документы. Так, примечание. Был найден ключ Скорпиона. Ага, вот, хорошо. А зачем такие звуки постоянно делать? Игра. Не надо. Роберт. Роберт, это ты? Подожди, подожди. Куда же он ушел? Слушай, дружище, ты бы не кричал вот таким личностям? Роберт, Роберт. Как минимум он может обидеться, потому что он не Роберт, вдруг. И он явно не внушает своим видом никакого доверия. Так, у нас кровь. В прошлый раз в таком же пятне крови, похоже, мы нашли ключ, но нет. Здесь никаких ключей. Хорошо, давайте сходим в эту сторону. Ох, вот непонятно, то ли есть в этой игре скримеры прям вот такого уровня, чтобы постоянно неожиданно выскакивать. У меня плохое предчувствие, в этом доме происходят странные вещи. Дружище, да вы прям капитан очевидность, дружище. Как вы догадались? Может быть, потому что здесь прошел некто, и его потом не стало резко в конце коридора. Может быть, поэтому? Так, а ну посмотрим, может быть, где-то есть фонарик. Нет, пока попадается только... Ну, я не знаю, мне кажется, это батарейки, буду называть их батарейками. Дальше посмотрим. Так, очередная комната. Знаете, вот так вот смотришь на вот это все дело, на вот это тепленькие фонарики. Такие, свет такой приятный, прям чувствуешь себя в какой-то безопасности. В какой безопасности чувствуешь себя, тут какие-то привидения вылетают непонятные. Только сказал, чувствуешь безопасность, и посмотрите, привидения какие-то появились. Жесть. Все это еще и звуком сопровождается. Ох, какие милашки, а. Посмотрите, друзья, какие милахи. Купочках нет, конечно же, какие милахи. Чего хорошего? Так, некий бюст какого-то господина. Веселого господина, но хоть кому-то весело в этом во всем происходящем. Это радует. Так, хорошо, давайте посмотрим. Оу. Друзья, тем временем у нас тут сейф есть. Прикольно. И что? А код? Я думаю, что так просто, конечно, код мы с вами... А ну-ка. А, это сейф появляется, я понял. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Так, хорошо. Слушайте, жутковатое местечко, честно я вам скажу. Страшненько и жутковато. Вопрос. Вопрос. А как сохраняться в этой игре? Вопрос, как говорится, интересный. Так, стоп, стоп, стоп. Книжечка. Книжечка со странными какими-то рисуночками. Так, сейчас прочитаем, давайте поближе рисуночки посмотрим. Хотя, может быть, сейчас будет поближе видно. Давайте попробуем. Если вы прочитаете эту заметку, возможно, мы все мертвы. То, что случилось в этом доме, превзошло все мои представления. Мы не можем покинуть этот дом. Мы всеми силами пытались уничтожить демона, который преследует это место. Но никто не в силах остановить его. После ряда поисков мы обнаружили наличие пяти артефактов, которые использовались для вызова этого демона в наш мир. Кажется, эти артефакты делают его непобедимым. Единственный способ избавиться от него, уничтожить эти злые предметы, сжигая их. Мы определили форму четырех этих объектов. К сожалению, мы не нашли какой-либо информации о пятом артефакте. На данный момент мы сосредоточимся на поиске и уничтожении четырех предметов, которые мы определили. И нам нужно будет разделиться, чтобы сэкономить время. Я знаю, что это огромный риск, но это единственный вариант, который у нас есть. Так. Интересно, артефакты для уничтожения демона. Найдите пять артефактов. И очередной раз нам подсказочка дается, примечание. Нет, а ну, документы. Понятно. И осмотр. Так, подожди, документы. А где книга? Вот, посмотрите. Если вы прочитаете эту заметку... А, ну это мы прочитали уже только что, да? Да, давайте посмотрим. Четыре артефакта. Став, это посох, насколько я знаю. Мьюзикбокс. Мьюзикбокс, друзья. Ха, забавно. Музыкальная коробочка. Маска и книга магии. Четыре артефакта. Это интересно. Хорошо. Ну что, обязательно сейчас какая-то тварь должна за мной погнаться. Но не будет же ведь по-нормальному. Ой, жесть. Вы знаете, да чем быстрее двигаться, мне кажется, в этой игре, тем лучше. Скорее всего. Так, мы зашли в эту сторону. В эту еще не ходили. Давайте попробуем сходить в эту сторону, посмотреть, что здесь. Ну, определенно, очень атмосферная игра. Во-первых, вполне себе классная картиночка. Так, а что? Оу. Еще один сейв. Точнее, еще один кодовый замок. Там сейв у нас, а здесь кодовый замок. Да, подсказка о том, как этим всем пользоваться. Ясно. Примерно понятно. Так, хорошо. Здесь кодовый замок, там это. Ну что, у нас последнее направление осталось больше. Стоп, стоп, стоп. Какая-то записочка. Я тоже видел эту таинственную женщину, о которой все говорят. Она была там, чтобы следить за нами. Это было воплощение зла. Что-то ужасное произойдет. Мы должны как можно скорее покинуть это место. Элтон Льюис. Понятно. Хорошо. Так, ну что, нам получается. А что вот это такое? А, это просто стулья так стоят? Это кто-то сидит? Нет. И кто не сидит? Ох, жесть. Мне показалось, что кто-то реально сидит на корточках. Слушайте, безумное место. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Прикольно. В смысле, и что? И куда? Ах, жесть какая. Я не хочу дальше идти. Сейчас меня кто-то схватит здесь. Ай. Ладно. Слушайте. А дверь была заперта. Вот это. Я ее дергал за ручку. Точно помню. Подвал. Ох, нет. Нет, пока нет. Пока не могу. Подождите. Нужно отойти еще от этих скримеров. Слушайте, это интересно. Это следующая часть дома, в которой мы не были. Прикольно, прикольно. Так, очередная записка. Внимание. Ничто, кажется, не остановит эту женщину-демона. Мы оказались в ловушке. Группа разделилась. И мы не можем покинуть этот дом. Единственный способ, который я мог найти, создать безопасную зону, куда демон не может попасть внутрь в момент ожидания решения, которое позволит устранить его раз и навсегда. И самое последнее. Если вы войдете в безопасную зону, обязательно закройте дверь за собой. Блэк Уиллис. Уильямс. Угу. Обязательно закройте дверь за собой. Интересно. А, ну-ка. Вот, подождите. Вот это? А мы же находили нечто похожее. Там нужен был ключ. Оу, друзья, вот это да. Посмотрите, место какое интересное. Так. Ну, если говорится, что это безопасное место, давайте попробуем... Попробуем зайти. Так. И осмотримся. Посмотрите, как светится все прикольно. Интересно, это каждую штуку можно почитать? Нет. Нет, нельзя. Так, стоп. Книга. Оу, сохранить игру, вы посмотрите. Будет создано новое сохранение игры. Пустая щель. Сохраняемся на пустую щель, друзья. Серьезно, идет сохранение. Вот это класс. Это класс, потому что я уже не понял, честно говоря, как тут сохраняться. И в момент настройки игры первый раз я из нее вышел. Потом, когда вернулся уже записывать, игра действительно начиналась заново. Не было варианта продолжить. Слушайте, очень здорово. Очень атмосферная комнатка. Какие-то статуэтки, черепа. Очень прикольно все это выглядит. И самое главное, мы сохранились. Так, ну что ж. А вы знаете, давайте-ка мы, скорее всего, продолжим в следующей серии прямо с этого места, я думаю. Потому что я уже смотрю, потихонечку время уходит. Осталось там буквально минутки четыре. Я думаю, ничего страшного, мы продолжим с вами в следующей серии. Мы нашли сохранение, это очень круто. Даже, наверное, еще разок давайте сохранимся. Посмотрим, как это происходит. Перезаписывать сохранение на тот слот. Отлично. Ну что ж, друзья, я считаю, что игра абсолютно нормальная, классная и достойная к прохождению. Всем любителям хоррора на моем канале посвящается. Как говорится, заходите, пишите свое мнение обязательно. Высказывайтесь. Если вы что-то знаете, там, можете подсказывать, но лучше не надо. Давайте, давайте я сперва сам. Если уж совсем будет туго, тогда вы что-нибудь подскажете. Игра классная, однозначно, интересная, очень атмосферная. Пока непонятно ничего, но я думаю, что со временем станет более понятно, более вырисовывается какая-то будет картина у нас с вами, более интересная. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите ваше мнение по этой игре, по этой серии, по каналу в целом. Все пожелания, предложения, друзья, просто со мной пообщаться. Все это можно делать в комментариях, в группе ВКонтакте, в личных сообщениях, где угодно можно делать. Пишите. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.